Президент Дмитрий Медведев провел встречу с членами Общественной Палаты Российской Федерации, на которой в том числе он говорил о Институте Судей в России, в частности. Президент Медведев призвал членов Палаты крепить межнациональный и межконфессиональный мир и для этого продвигать подлинные, а не мнимые ценности всех народов, входящих в нашу многонациональную страну. Ценности. То есть, что является самым главным, самым важным? Ну, это даже не столько привлекло мое внимание, сколько президент Медведев обратился к присутствующим в зале и в Общественной Палате с просьбой всегда уважительно отзываться о российском суде для закрепления его ценности как института в российском сознании. Ну, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, вроде как реальность, как доверять сегодня судьям, если там беззаконие, ну, типа сплошь и рядом. Вся проблема в том, когда ты перестаешь верить, что судьи способны судить нормально. Вот эта вот вера твоя и моя, то есть нас, людей, народа глаз, наша вера нужна судьям в первую очередь. Не столько нам нужна она, им нужна для того, чтобы они исправлялись. То есть, когда мы верим, с одной стороны, мы вроде как себя подставляем, потому что, а если судья какой-то безнравственный, мерзкий, нечестивый человек, которому плевать на все, он эгоист, может быть, ты знаешь, может быть он таковым и является. Но вся проблема в том, что он судьей работает, он на этом месте сидит и неизвестно, сколько он будет на этом месте. Поэтому самое лучшее, это начать в него верить. Ты знаешь, его это шокирует. Он-то знает, что он не достоин этой веры, но ты в него веришь. Но ты вспомни себя, когда ты был не достоин веры в тебя, а в тебя верили. Ты вспомни, как это на тебя стало влиять. Особенно, когда ты поступал ненормально, неправильно, но в тебя верили. Возможно, ты этим пользовался и жил за счет этой доброты со стороны окружающих. Но если это были умные люди, однажды они тебя начинали наказывать. И ты испытывал тяжелые проблемы. Но большинство людей нормальных, когда им начинают доверять, хотя они не достойны этого доверия, этой веры в них, они начинают исправляться. Потому что в каждом человеке живет желание быть лучше. Живет это желание. Понимаешь? Твоя вера, она может это подпитывать. Может быть именно поэтому в Новом Завете написано, любовь всему верит. Поэтому нам нужно учиться верить судьям в России. Даже если мы о них узнаем, что они не таковы, какими должны быть. Наша вера поможет влиять на них. Понимаешь? Если мы начнем им верить не потому, что они этого заслужили, а потому, что эта вера может их изменить, вот тогда у нас появляется сила влиять на них так, чтобы они менялись. Но для этого потребуется время. Какой-то период времени нужно верить нашим судьям. Имеет ли в виду президент Медведев это или нет, я не знаю. Но я знаю, что именно такая вера нужна сегодня нам, чтобы решать сложные проблемы, связанные с коррупцией, связанные с нечистоплотным судейством. Ты понимаешь меня? Так ты согласен или нет, в конце концов? Где твой звонок или вопрос, согласие или не согласие? Я жду тебя. Бесплатный номер 8 800 211 34. Субтитры сделал DimaTorzok